Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всекитай. Ну что ж, наконец-то ко мне приехал Redmi Note 8. И да, сегодня мы поговорим о данном смартфоне, и мы решим, стоит ли вообще покупать данное чудо, или же... Ну его нафиг. В общем, друзья, садимся поудобнее, берем вкусняшки, потому что у нас Redmi Note 8. И первое, с чего мы начнем, это, конечно же, стоимость смартфона. Потому что на данный момент на сайте Алиэкспресса данное чудо продают за 165 долларов. Это китайская версия с глобальной прошивкой. А вот чисто китайская версия с китайской прошивкой продается вообще за 150 долларов. Да, ценник хороший, но потом нужно перепрошивать смартфон, поэтому лучше добавить 15 баксов и купить уже с глобальной прошивкой. А вот если посмотреть на именно полностью глобальную версию смартфона, то там ценник пока что не самый вкусный. Да, 180-190 долларов, и это минимум за версию 4.64. Но слава богу, блин, у нас скоро распродажа 11 ноября. Большая, огромная распродажа. И там уже глобальную версию смартфона будут продавать за 150-160 долларов. Плюс купончики. И да, вуаля, за 140 долларов можно будет спокойно урвать Redmi Note 8 глобалочку. 4.64 это вообще охрененный ценник. Да, если посмотреть на глобальный рынок, то и здесь все более-менее гуманно. В Украине можно накопить Redmi Note 8 за плюс-минус 5000 гривен. Это глобалочка 4.64. На российском рынке данное чудо продают уже за 11,5 тысяч рублей. И это тоже вообще-то замечательное предложение, потому что буквально пару-тройку дней назад данный смартфон продавали за 14 тысяч рублей. А сейчас уже за 11,5 тысяч рублей, и я более чем уверен, что буквально через пару-тройку недель можно будет купить Redmi Note 8 глобалочку за 11-10,5 тысяч рублей вообще без проблем. А также, если сравнить стоимость Redmi Note 7 и Redmi Note 8, то вы, друзья, удивитесь, потому что разница минимальная. Плюс-минус 1000 рублей, и это очень даже хорошо, потому что реально Redmi Note 8 конкретно опускается в стоимости. В общем и целом, все ссылки я оставлю в описании и на китайские цены, ну и, конечно же, на e-каталог я оставлю ссылку тоже в описании. Дизайн смартфона не сильно изменился. Да, теперь у нас камеры в два раза больше, но, по сути, все то же самое. И сканер отпечатков пальцев стал буквально чутка поменьше. А вот если посмотреть на фронтальную часть, то здесь у нас более-менее элегантный каплевидный вырез, потому что на Redmi Note 7 он был немножко топорным, и здесь же он более-менее адекватный. Но во всем остальном, ну, то же самое. А нет, не то же самое, есть и надпись, блин, в подбородке, Redmi. И знаете, это многих раздражает, потому что я давненько уже не видел смартфонов, у которых на фронтальной части есть логотип, есть и название бренда. Ну, такое себе. Из приятного я могу отметить только тот факт, что в синем цвете половина этого подбородка тоже светится синим цветом. Ну, прикольно, там есть небольшой градиент, все переливается. В общем и целом неплохо, но все равно надпись, да кому она нафиг нужна. А также отметил, что в принципе рамки здесь плюс-минус такие же, как на Redmi Note 7, но подбородок все же на пару миллиметров меньше. Но кардинальных изменений, конечно же, нет. С материалами корпуса все предсказуемо и хорошо, потому что ничего не изменилось. Да, задняя крышка это стекло, а вот торцы это глянцевый пластик. Но в любом случае, друзья, смартфон собран идеально, претензий нет. Redmi Note 8 получил полноценный лоток для сим-карт. Есть USB TFC, разъем для наушников, инфракрасный порт для управления техникой тоже есть. Ну и приятным бонусом будет большой нормальный светодиодный индикатор уведомлений. Да, обычный Redmi Note 8 не получил NFC, а хотелось бы, но в принципе есть же Redmi Note 8 и T. Все то же самое, только с NFC, гребаный конвейер компании Xiaomi. Redmi Note 8 получил в точности такой же экран, как и в Redmi Note 7. Да, это 6,3-дюймовая IPS-матрица с Full HD плюс разрешением. Хорошее олеофобное покрытие, никуда не делось оно здесь есть. Минимальная и максимальная яркость, конечно же, отменная, и тут претензий к смартфону вообще нет. Если говорить про цветопередачу, то в моем случае дисплей откалиброван в более теплые тона. В моем Redmi Note 7 более холодные тона, здесь более теплые, но дело в том, что это гребаный рандом компании Xiaomi. И ты не знаешь, какой именно смартфон к тебе придет, с какой, блин, цветопередачей. Короче говоря, по поводу этого сильно не заморачивайтесь, потому что от вас ничего не зависит. А в целом это более-менее добротная IPS-матрица. Эргономика. Ну что ж, Redmi Note 8, да, стал чутка поменьше, чем Redmi Note 7. Но дело в том, что когда ты пользуешься данным смартфоном, ты этого не замечаешь, потому что строение корпуса не изменилось. Да, это не лодочка, это по-прежнему тот же Redmi Note 7, который стал на пару миллиметров меньше, но реально, когда ты пользуешься, ты этого вообще не ощущаешь. Звучание. Ну что ж, последние Redmi Note звучат офигенно. Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 7 и, конечно же, Redmi Note 8 получили нормальные, шикарные, я бы даже сказал, самые лучшие мультимедийные динамики в своем классе. Потому что за такие деньги, ну, очень-очень мало смартфонов, у которых действительно громкий, действительно чистый, действительно объемный звук. А вот Redmi Note 8, конечно же, красавчик. Потому что, да, он звучит плюс-минус так же, как Redmi Note 7, но звучание стало чуть-чуть побогаче. Звучит музыка. Разговорный динамик, конечно же, здесь отменный. Вообще, к нему претензий нет, потому что нормальная громкость, нормальные качества, а также отмечу датчик приближения, потому что в моем случае он работает, ну, более-менее корректно. Хотя есть случаи, да, когда он работает, ну, так себе. Над мозгами данного смартфона, к сожалению, очень сильно не заморачивались, потому что внутри Snapdragon 665. Да, он не особо быстрее, чем Snapdragon 660. У меня версия 4.64, и это самая минимальная модификация, которую я вообще всем рекомендую покупать. 3.32? Нет, забудьте. К моему большому сожалению, смартфон получил обычную память EMMC 5.1. Да, она такая же, как и в Redmi Note 7. В 15-минутном тесте на троттлинг потеря составила 29%. В получасовом тесте все то же самое. Да, неплохо. В любом случае, это куда лучше, чем то, что показывает Redmi Note 7. В повседневной жизни смартфон работает плюс-минус так же, как Redmi Note 7. Да, не ожидайте, что Redmi Note 8 будет работать быстрее, шустрее и круче. Нет, здесь все плюс-минус то же самое. Да, иногда анимация дергана, иногда все открывается не так быстро, как хотелось бы. Но еще раз, друзья, уточняю и напоминаю, что на Redmi Note 8 на данный момент очень сырое программное обеспечение. В одной из попыток снять спи-тест сравнение с Redmi Note 7 я увидел ужасную картину. Redmi Note 8 банально завис и вообще дупля не давал. Короче, друзья, программное обеспечение сырое. Все надежды на обновление. Игры. Итак, PUBG идет на балансе плюс средняя частота кадров. И даже спустя час игры все великолепно. Но, к сожалению, больше графику повысить никак нельзя. Танки на высоких настройках выдают 50-60 фпс с просадками до 45 фпс. В принципе, хорошо. Новая колда идет на высоких настройках и все замечательно. Можно рубиться и вообще не париться. Но дело в том, что здесь надо сказать спасибо разработчикам, потому что игру очень хорошо оптимизировали под среднее железо. Короче говоря, друзья, на данном смартфоне вы спокойно сможете играть во все игрушки, на средних и даже на высоких настройках. Разблокировка. Ну что ж, смартфон получил обычный сканер отпечатков пальцев, который работает замечательно. Претензий к нему нет. Да, он настал чутка меньше, чем на Redmi Note 7, но по сути это вообще ни на что не влияет. Итак, давайте посмотрим. Есть. Есть. Еще раз. Ну, как видите, все, в принципе, друзья, хорошо. Про разблокировку по лицу, конечно же, не забыли. Она здесь есть и она работает быстрее, чем на Redmi Note 7 с глобальной прошивкой. Ну, а здесь, в принципе, ничего удивительного нет, потому что на китайской прошивке почему-то разблокировка по лицу работает быстрее, чем на глобальной. Автономность. Ну что ж, здесь все без изменений, потому что смартфон получил в точности такую же банку на 4000 мАч, как и Redmi Note 7. Но дело в том, что к китайской версии смартфона в комплекте идет быстрая зарядка Quick Charge 3.0, а вот в глобальной версии почему-то обычная 5 вольт 2 ампера, хотя она тоже поддерживает быструю зарядку. Ну что ж, я, конечно же, сделал полноценное видео, посвященное автономности данного смартфона, и вы спокойно сможете это все посмотреть. Но если вкратце, то Redmi Note 8 живет дольше, чем Redmi Note 7. Да, разница небольшая, но все же полтора, ну максимум два дня при середине нагрузки с данного смартфона выжать можно. И это, в принципе, хорошо. Да, благодарить, конечно же, нужно Snapdragon 665, а именно его 11 нанометров. В целом, друзья, с автономностью данного смартфона каких-то больших проблем нет. Тут все хорошо. Итак, небольшие тесты игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi PUBG. 10% заряда уходит за 33 минуты. Воспроизведение видео на YouTube на максимальной яркости плюс Wi-Fi 8 часов 32 минуты. Воспроизведение видеофильм, скачанный на смартфон на максимальной яркости без интернета 9 часов 1 минута. Ну и самое сладкое, это, конечно же, камеры, потому что смартфон получил квадрокамеру, где главный модуль на 48 мегапикселей, плюс ширик на 8 мегапикселей. Третий модуль это 2-мегапиксельный макромодуль, ну и четвертый 2-мегапиксельный модуль для портретных снимков. И фронтальная камера, конечно же, здесь на 13 мегапикселей. Ну что ж, начнем мы с ширикой. Знаете, по сути, он здесь такой же, как и у конкурентов. Да, это 8-мегапиксельный модуль, который более-менее адекватно фоткает при хорошем освещении. А вот при плохом освещении даже не пытайтесь. Макромодуль. Да, это баловство чистой воды. Из 2-мегапикселей чего-то интересного вы не получите. Легче просто взять, сфоткать на обычную камеру и сделать кроп, и будет куда лучше. Портретный режим. И тут все нормально. У меня претензий нет, а также теперь можно регулировать степень размытия заднего фона. В целом, хорошо. Ну и, конечно же, сразу отмечу, Redmi Note 8 поддерживает Google камеру, и это хорошо. Ну что ж, обычный режим при хорошем освещении. И знаете, я в целом доволен, как снимает смартфон. Хорошая детализация и экспозиция. Я, конечно же, сделал небольшое сравнение с Redmi Note 7. И знаете, да, черт побери, Redmi Note 8 фоткает очень даже хорошо. Но есть одна проблема. Почему-то на Redmi Note 8 более теплая цветопередача, а на Redmi Note 7 она более холодная. И, к сожалению, данный нюанс проявляется даже в Google камере. А также, друзья, отмечу, что иногда Redmi Note 8 делает вот такие вот непонятные фотографии. Да, детализация хорошая, резкость нормальная, но здесь просто очень много цифрового шума. Это бред полнейший. Если на той же локации включить Google камеру, то все замечательно. Да, друзья, программное обеспечение конкретно сырое. Плохое освещение. И тут тоже все хорошо. Я полностью доволен, как снимает смартфон. И на стоке, и на Google камеру. Ну и, конечно же, куда же без сравнения с Redmi Note 7. И, знаете, все превосходно, но все равно, как и при хорошем освещении, бывают галимые фотки. Причем это непонятно от чего зависит, потому что ты фоткаешь и ты видишь просто огромные шумы. Понятное дело, что это встречается очень редко и при хорошем, и при плохом освещении. Но все же такой нюанс есть. Такой косяк присутствует в Redmi Note 8. И я надеюсь, что с ближайшими обновлениями все это исправят. Фронтальная камера здесь в точности такая же, как на Redmi Note 7. Но почему-то резкость и детализация здесь хуже, чем на Redmi Note 7. Я надеюсь, это программный косяк, который со временем исправят. Ну что ж, если подвести итоги, то знаете, Redmi Note 8 это все равно интересное устройство. Да, пока что оно сырое. И непонятно, почему оно такое сырое, хотя китайская версия уже, в принципе, давненько так появилась. Глобалочка, понятное дело, вот недавно только поступила в продажу. И ценник пока что неадекватный, но все равно, блин, программное обеспечение реально сырое. И это сказывается на камере. Очень даже хорошо сказывается. Но я более чем уверен, что если вы сейчас закажете данный смартфон на распродажу 19-го числа, то пока он к вам приедет, уже компания Redmi выпустит пару-тройку обновлений и данный косяк уберут. Но, по крайней мере, я на это, друзья, надеюсь. Итак, если вы хотите покупать китайскую версию данного смартфона за 150 баксов, а потом перепрошивать, то вы должны знать, что Redmi Note 8 не поддерживает 20-й бенд. Именно китайская версия данного смартфона. Глобалочка, конечно же, поддерживает все. Но, друзья, я бы на вашем месте вообще не заморачивался и ждал 11-го ноября. И покупал глобальную версию за 150-160 баксов, 4-64 и вообще не парился. Потому что именно 11-го ноября стоимость данного смартфона будет самой заманчивой и самой офигенной. А также отмечу, если вы являетесь владельцем Redmi Note 7, то обновляться на Redmi Note 8 вообще, по сути, не надо. Да, даже без предварительного сравнения я вам могу смело сказать, что нет, обновляться, черт побери, не надо. Но если вам этого недостаточно, мы сделаем, конечно же, полноценное сравнение двух этих смартфонов. Так что, друзья, если вам это важно, то давайте нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить данное видео. А также, друзья, напоминаю, если вам нравятся мои видосы, мои новости, мои обзоры, то, пожалуйста, поддерживайте меня лайками и комментариями. Просто поделитесь данным видео с друзьями, напишите что-то в комментариях или вообще нажмите на гребанный колокольчик. Потому что для нашего канала это очень важно. Потому что эти алгоритмы YouTube непонятно, что делают. А наш канал должен расти и развиваться. Потому что я пытаюсь делать для вас интересные новости. И самое главное, я делаю для вас честные обзоры на смартфоны. Поэтому, друзья, пожалуйста, если вам реально нравятся видосы, то поддерживайте, поддерживайте меня, пожалуйста. Ну что же, впереди нас ждет огромная распродажа на сайте Алиэкспресс. И я надеюсь, что каждый из вас купит тот товар, который вам больше всего нравится. И самое главное, что вы сможете купить данный смартфон, данный товар по максимально низкой цене. В общем, с вами был Димон, канал Всегитай. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok